В этот момент, когда был сбит Ил-76, работала С-300 российская по Харькову. Потому, скорее всего, это так называемый дружественный огонь, когда Ил-76 попал под удар этих ракет. Вопрос, с какой целью, то есть либо это дружественный огонь, который не был провокацией, либо это был дружественный огонь с провокацией сбить Ил-76. Под какие-то дальнейшие действия с этой информацией. Это возможно, потому, исходя из ближайшее время появившихся дополнительных фактов, можно будет уже сложить реальную картину, то есть что послужило инициацией такого рода действий. То есть то, что Ил-76 практически на 100% сбит российской С-300, это можно уже не сомневаться. А вот под что это все было, для чего это было, это будет понятно где-то в ближайшие сутки, когда появится информация о действительно возможном нахождении на этом борту еще каких-то дополнительных фактажа, дополнительного фактажа связанного, может быть, с ракетами, может быть, с нахождением пленных, может быть, с нахождением тел, ну и так далее, и тому подобное. Ну, по крайней мере, та информация, которая есть, и те фото, видео доказательства крушения говорят о том, что на этом борту, по крайней мере, большого количества тел не находилось. То есть те фотографии говорят как раз о отсутствии на борту больше, чем там экипажа, и даже нет фрагментов от экипажа. То есть по большому счету пока еще информацию надо проверять, особенно в плане именно нахождения на борту достаточного количества экипажа и военнослужащих, либо десантов. Это говорит точно, что это ИПСО, то есть какая-то информационно-психологическая спецоперация, в которую включены основные кондовые спецслужбы России, плюс информационный поток, который пока еще не собран в общий поток. Почему? И можно говорить о том, что наспех собранная спецоперация, по крайней мере, по прикрытию. В ближайшее время мы, конечно, поймем, о чем речь, но вот то, что даже если это ИПСО прикрытие, оно довольно-таки плохо собрано. Почему мы слышим иногда противоречивые заявления от россиян, естественно, от россиян, начиная от принадлежности ракеты, которая сбила Ил-76, и до груза, который находился на этом Ил-76. Тем более разбежности, ну, довольно-таки серьезные. Дело в том, что говорить с трибуны о том, что, допустим, это могла быть Айрис-Т с дальностью до 40 километров, а там дальность под 70, то, ну, это как минимум не профессионализм, а как максимум это просто плохо проработанное ИПСО. Ну, и нахождение на борту военнопленных, который взлетал с Белгородского аэропорта, причем максимум, куда он мог лететь, рядом где-то 95 километров переход, до 100 километров переход, на котором этот обмен пленными производится. Ну, так их же не сбрасывали потом бы из борта на парашютах. Ну, то есть не был бы это десант, а там сесть негде. То есть, по большому счету, вот эти нестыковки в российском ИПСО говорят о том, что оно, с одной стороны, плохо проработано, а с другой стороны, плохо озвучено. Поэтому оптимальный вариант сейчас посмотреть, как они, как уже на сковородке, будут выкручиваться из своих же заявлений, а потом, естественно, провести реальный разбор полетов. Оптимально это слушать в этом смысле Главное управление разведки Министерства обороны, либо спикера Юсова, либо уже непосредственно руководителя Гура Буданова. Я думаю, в ближайшее время они выйдут с реальными официальными заявлениями.